Привет, меня зовут Катя, это Попочка Мули, и сегодня я буду снимать анхол. Чего тебе? Ты тоже будешь снимать? Ты тоже хочешь книжки куда-то отдать? Можно я поснимаю? Пожалуйста, у меня камера садится. Я быстро. Я от тебя отстану. Я очень надеюсь, что это видео выйдет 13 мая, а значит завтра, 14 мая, пройдет ярмарка BookTube for Pets, про которую я вам рассказывала в предыдущем видео, и хочу напомнить в этом. Это уже вторая благотворительная книжная ярмарка, на которой соберутся все книгоблогеры, которые снимают видео на YouTube или выкладывают фотографии в Instagram. На ярмарке будут продаваться книги, как новые, так и не очень, и все вырученные средства пойдут в два фонда, это сильная Лара и не просто собаки. Все это будет проходить в Москве на дизайн-заводе Flacon. С 12 до 7 мы всех вас ждем там. Я очень надеюсь, что кто-нибудь из вас может прийти. Я безумно буду рада всех вас увидеть, всех вас пообнимать, расцеловать. И если вы решите прийти, то было бы хорошо, если бы вы зарегистрировались на нашем сайте. Да, у нас есть сайт. Все ссылочки я оставлю в описании. Там вы найдете более подробную информацию об этом мероприятии, об участниках, как туда добраться, что это вообще такое и как это будет все проводиться. Так что очень надеюсь, что те, кто живут рядом, смогут прийти. Именно поэтому я решила снять Unhaul, потому что я собрала две сумки. Не знаю, все ли книги я повезу на ярмарку, мне бы их дотащить еще. Но определенно эти книги больше не будут жить на моих полочках, потому что с того момента, как я завела канал, я начала покупать огромное количество книг. Полки не резиновые, не все книги мне нужны, не все книги мне понравились. Не все из этих книг я даже читала, потому что в какой-то момент я хотела их купить, а потом поняла, что ну просто мне уже это стало неинтересно. Поэтому я вам просто покажу все эти книги, которые больше не будут со мной жить. Но я надеюсь, что они найдут к себе новый дом. У меня здесь две большие сумки из лабиринта. Вот одна. И вторая, которую очень сложно поднять, она еще тяжелее, серьезно. Вот она. И, наверное, мы начнем с той, которая полегче. И первая книга это Элизабет Гаскелл «Север и юг». На самом деле «Север и юг» я уже читала, я вам о нем даже рассказывала. Только мне подарили другое издание, оно в твердой обложке, более красивое, и поэтому я читала его, а эту книгу я так и не взяла в руки, она совершенно новая, но она просто стоит у меня на полочке, и я понимаю, что если даже я буду перечитывать, то я буду перечитывать свое то издание, а это просто, можно сказать, пылится без дела, и, может быть, кому-нибудь она пригодится. Поэтому я решила, что пора уже от нее избавиться. Далее идет «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери. Это одна из моих самых любимых книг, я довольно часто про нее рассказываю, довольно часто ее перечитываю, и это книга от издательства «Лайкбук», и у меня есть эта книга уже в одном варианте, я решила, что, ну зачем мне еще одна, тем более она новая, нечитанная, вдруг кто-то захочет прочитать, тем более эту историю я могу рекомендовать просто всем и каждому, мне кажется, в какой-то период жизни любой должен ее прочитать, поэтому пусть эта книжка достанется кому-то, кому она нужнее, а у меня эта история и так уже есть. Кстати, правда, тоже в мягкой обложке надо бы купить в твердой. Далее идет «Шелк» Александра Барика или Барика, я не помню, куда ставить ударение, а смотреть у меня нет времени, у меня камера разряжается, поэтому простите меня. Эту книгу я читала, и она мне не понравилась, она довольно тоненькая, она очень мило украшена, я даже понимаю, почему она украшена, просто чтобы из этого небольшой повести сделать книгу. Я смотрела одноименный фильм, снятый по этой книге, но ни фильм, ни книга, если честно, меня не впечатлили. Возможно, просто этот автор не мой. В общем, я решила, что эта книга не нужна мне на полке, тем более перечитать я ее уж точно не буду. Далее снова «Рэй Брэдбери» и его «Марсианские хроники». И также все в мягких обложках у меня почему-то лежит сверху, но да ладно. Этот экземпляр также новый, я его не читала, просто на тот момент, когда я покупала себе «Рэй Брэдбери», «Марсианские хроники» были только в таком издании, в мягкой обложке, и я решила себе ее купить. И я, кстати, до этой книги так и не дошла, но купила себе уже другой вариант, по-моему, «Интеллектуальный бестселлер мини», там такая красивая обложка. И, в общем, я решила просто поменять, потому что у меня «Рэй Брэдбери» в основном в «Интеллектуальном бестселлере мини». Наверное, хотелось бы собрать всю коллекцию, но не знаю. И также у меня какие-то его книги в покетбуке, а эта книга как-то выбивалась из всей этой серии. В общем, так как я заменила ее, от этой я избавляюсь. Я думаю, мы сначала закончим с мягкими обложками, а потом перейдем к флёрдам. Также я избавляюсь от Зигмунда Фрейда и его «Заклятие девственности». Я про эту книгу вам рассказывала. Вообще ничуть не жалею. Мне не понравилось. Далее идет мой любимый Эрих Мари Ремарк и его «Черный обелиск». Дело в том, что так я очень сильно люблю этого автора. Я решила собирать все книги Ремарка, ну, какие смогу купить, в серии от ЭСТ «Возвращение западного фронта». Там безумно красивые атмосферные обложки, и они твёрдые. В общем, я решила, что мне хочется иметь Ремарка именно в таком издании. Это я покупала сто лет назад. Если честно, я терпеть не могу вот эту вот серию. Эти книги совершенно какие-то нечитабельные, в том плане, что ты прочитаешь один раз, и книга просто у тебя в руках рассыпается. Как вы видите, этот экземпляр новый. Я ещё его не читала. До Чёрного обелиска я пока так и не добралась, но уже купила себе его в твёрдой обложке. Поэтому от этой книжки я определённо избавляюсь. Далее также в мягкой обложке у меня идёт Николас Паркс и его «Ночи в Роданте». После того, как я насмотрела «Дневник памяти», соответственно, я решила почитать что-нибудь у Спаркса. Я выбрала не «Дневник памяти», как вы видите, а «Ночи в Роданте». Хорошая такая любовная, сопливенькая книжка. Не помню, чтобы она произвела на меня какое-то прям суперсильное впечатление. Прочитала, забыла, но в принципе хорошее. Но на моей полке всё-таки уже лишнее. Также я говорю пока Майему и его театру. Дело в том, что у меня театр есть в другом издании, в твёрдой обложке. Собственно говоря, эта книга мне уже не нужна. Этот экземпляр я также не читала. Он совершенно новый. И надеюсь, найдёт себе другого хозяина. Ну и последняя вроде бы книга в мягкой обложке, насколько я могу судить, это Паула Каэлья и его «Алхимик». В своё время это прям произведение гремело на всю. Все его читали, все им зачитывались. Его у меня кто-то читал. Не знаю кто, но явно не я. Я так до этого произведения не дошла. Я читала у Каэлью на берегу Рио Пьедро. Села я и заплакала. Я вам рассказывала. Эта книга мне совершенно не понравилась. Когда я её читала, я сидела и плакала. Поэтому я решила, что всё-таки, наверное, с Каэлью нам не по пути. Он мне не интересен. «Алхимика» я читать не буду. И от этой книги я также избавляюсь. Вроде бы книги в мягких обложках закончились. Теперь пойдут книги в твёрдых. И первый из них – это «Сесилия Ахерн. Время моей жизни». Я вам про эту книгу также рассказывала. Я её прочитала, может быть, год назад. Примерно где-то так. Мне она понравилась. Она довольно лёгкая, интересная. Но, к сожалению, перечитывать я её точно уже не буду. Ахерн такая писательница, у которой я читаю не всё. Я читаю выборочно. В этой книге мне понравилось описание. Довольно любопытно. Конечно, много странностей, несостыковок, клише каких-то. Но это такое лёгкое чтиво, особенно вот летом, на море. Мне она зашла просто под настроение и под тему, что там главная героиня приходит с её жизнь. И с ней разговаривает, что её не удивляет, что удивляло меня. Но, собственно говоря, книга интересная, лёгкая. И я могу её советовать прочтению. Так что надеюсь, что она найдёт себе хозяина. Ещё одна книга, про которую я вам рассказывала совсем-совсем недавно. Это Сара Джио и её фиалки в марте. От неё я также решила избавиться, потому что я её прочитала. Особого какого-то впечатления она на меня не произвела. Перечитывать я её точно не буду. Сару Джио я не собираю. Можешь не храпеть. Ой. Так что мне она не нужна. Я решила себе от Сары Джио вставить пока только ежевичную зиму, потому что это моя первая книга Джио. И она мне, в принципе, понравилась. Вот пусть она будет, а фиалки в марте пусть найдут себе другого хозяина, который их полюбит. Далее идёт новая книга Сары Райнер «Чужой солнце». Эта книга новая, ещё не читанная. Я вам про неё недавно рассказывала в своих книжных покупках, точнее подарках. Я её взяла на презентации на одной, в тот момент, когда я её увидела. Мне очень понравилась обложка. Я решила, что она мне нужна, хочу её почитать. Но потом я попробовала почитать пару страниц, почитала описание поподробнее. В общем, я поняла, что, наверное, такое я читать пока не хочу и не буду. И зачем книги пылиться на полке, вдруг кто-то захочет её прочитать. Ну, тем более, она новая. Также я решила сказать «До свидания» книге, найденной в кувшинке. Это очень красивое издание, это очень красивая книга. Но она, к сожалению, мне не подошла в том плане, что я так и не смогла её прочитать. Мне не очень понравилось, если честно. Так что я даже не ставила никакую оценку, потому что я её не дочитала. Даже до середины, наверное, не дошла. Но она действительно безумно красивая. У неё суперобложка, она снимается. И вот она внутри выглядит вот так. И в ней просто прекрасные иллюстрации. Мне очень нравится. Правда, по-моему, она 18+, если я не ошибаюсь. Да, 18+. Тут, правда, 18+, то и нет, конечно. Но, тем не менее. Вот, смотрите, какая тут красота. Мне действительно нравится эта книга. Нравится к ней иллюстрация. Ну, вот, я думаю, что кому-то она нужнее, чем мне. Поэтому решила от неё тоже избавиться. Я, кстати, нашла, почему тут 18+. Тут у тёток голые титьки. Так что и этой книжке мы говорим до свидания. Ну, а теперь переходим к другой сумке. Надо будет их заново потом, видимо, собирать. Ладно, я не буду её поднимать. Следующие три книги я покажу вам вместе. Потому что это трилогия Вероники Рот. Дивергент. По-моему, инсургент и олегент они называются. А так это у меня мятежные и преданные. Когда эта трилогия стала какой-то безумно популярной, я также, как и многие, купила себе первую книгу, а затем не смогла устоять и купила себе вторую и третью. Все я их прочитала. И на самом деле моя любимая, это, конечно же, Дивергент. Мне очень нравится и книга, и фильм. Вторая книга послабее, ну а третья это просто вау-вау-вау. Провал. Эта трилогия, в отличие от Голодных игр, меня не зацепила. Она мне не понравилась. Поэтому я решила от нее избавиться. Потому что, ну что, она пылится на полках, мне она не нужна. Правда, конечно, она у меня довольно разношерстная. То есть это не одна серия, это все совершенно разные. Первая вообще в кинообложке. Но так или иначе, эти книжки, я надеюсь, найдут себе новый дом тоже. Также я решила избавиться от Фредерики Боска и ее «Сос-любовь». Я эту книгу читала в свое время, довольно-таки давно. Я совершенно не помню, о чем она. Помню, что это какие-то сопельки, что это любовная любовь. В принципе, на один раз сойдет, наверное. Может быть, есть фанаты этого автора, я не знаю. Я не настолько ей прониклась. Прочитала, забыла, избавляюсь. Также я решила сказать «До свидания к Красному холму» Джейми Магуайр. Я эту книгу читала, я также вам про нее рассказывала. Я знаю, что многие любят Джейми Магуайр. Нам оказалось с ней не по пути. Книга неплохая. И я думаю, что она найдет себе нового хозяина довольно быстро. Следующая книга — это «Колин Маккаллоу. Милый ангел». После того, как я прочитала «Поющих в Терновнике», я решила поближе познакомиться с творчеством этого автора. К сожалению, эта книга меня не впечатлила. «Поющие в Терновнике» все равно гораздо лучше. Ну, а эту прочитала. Я рада, что я это сделала. Но тут мне не понравилось то, что здесь много эзотерики, гаданий каких-то. Ну, вот, в общем, мне эта тема совсем не близка. Из-за этого нам с ней оказалось не по пути. Милечка, ну ты можешь не храпеть-то? Ну, зай. Следующая книга — это «Вон энд Вистл. Призрак зама Дракстон Холл». Это совершенно новая книга. Я ее не читала. И, как вы понимаете, читать я ее не буду. Просто, когда она вышла, все стали ее покупать, что это мистические записки сэра Артура Конан-Дойл и что тут, по-моему, Оскар Уайт присутствует в главных ролях. И я также, как и многие, поддалась вот на этот вот ажиотаж. В итоге эту историю уже даже моя подруга прочитала. Она совершенно ей не понравилась. А ее вкусу я доверяю. Я тоже полистала эту книгу. Не впечатлилась. Отзывы совершенно плачевные. В общем, я решила, что читать я ее не хочу. И на самом деле не хочу. Но она довольно красивая. И я надеюсь, что найдется тот человек, который ее захочет себе забрать. Также я избавляюсь от Москва Сталкеров, что бы это ни было. Я не помню, под чем я была, когда я покупала эту книгу. Наверное, в тот момент я очень увлекалась игрой Сталкера. Хотела что-то про это почитать. Я начинала ее читать, но язык мне настолько не подошел, что я так и не смогла закончить. Здесь крутые только вот картинки. Это да, фотографии здесь очень симпатичные. А все остальное, ну, лично мне не подошло. Но вдруг есть фанаты всего этого. Ну и также я, как и говорила, избавляюсь от Гюстава Флабера и его госпожи Бавари. Про эту книгу не так давно я вам рассказывала. Вы можете найти это видео, я, может быть, оставлю ссылочку. Мне не понравилось. Но, как я поняла, из отзывов многие любят. И Флабера, и госпожу Бавари. Так что, возможно, эта книга скоро найдет себе новый дом. Ну вот, мне ее совершенно не хочется даже держать у себя на полке, потому что она просто занимает место. Также я решила избавиться от двух книг, которые я купила очень давно. Больше пяти лет назад это точно. Я прям надеялась, что я их прочитаю. Но если я уже за пять лет с фигом не прочитала их, я, видимо, не прочитаю их никогда. И это Джон Андервуд, Кот Шекспира, и Пол Кристофер, Призрак Рембрандта. Я ей повелась в первую очередь на обложки, потому что они действительно очень красивые, очень атмосферные прям. Особенно у Шекспира мне нравятся. Очень красивые. Книги довольно-таки большие. Не совсем стандартного формата. В творогих обложках я думала, что да, да, я их обязательно прочту. Но, как вы видите, годы идут, книги не читаются. И я решила, что, ну, наверное, не судьба. Наверное, я никогда до них так не доберусь. Место они занимают. Вдруг найдется тот, кто хочет их прочитать. А я их у себя держу. Как говорится, ни себе, ни людям. Мы вышли на финишную прямую. Осталось всего раз, два, три, четыре, пять, шесть книг вам показать. И следующий из них это Энди Вейер «Марсианин». Я также читала эту книгу. По-моему, даже вам про нее рассказывала. Я смотрела фильм. Книга мне понравилась. Так же, как мне понравился и фильм. Но не настолько сильно, чтобы я, например, хотела это перечитать. Или хотела, чтобы эта история была у меня на полке. Хорошая книга. Ничего не могу сказать. Надеюсь, что кто-то тоже хочет ее прочитать и заберет ее себе. В принципе, она довольно интересна. Особенно, если ты ничего в этом не понимаешь и не придираешься. Также я избавляюсь от Джона Грина и его бумажных городов. Эту книгу я также читала, также вам рассказывала. Она довольно неплохая, но меня не впечатлила. Не знаю, мне кажется, я просто переросла к книге Джона Грина. Но его многочисленные Катерины у меня лежат. Так что я дам ему еще один шанс. Но вот бумажным городам я говорю до свидания. Также я решила избавиться от Лиз Дженсона и ее девятой жизни Луи Дракса. Эту книгу я читала. Она мне действительно понравилась. Очень интересная, необычная история. Интригует до самого конца. Но, к сожалению, прочитав ее и узнав, чем же все кончилось, как бы перечитывать ее совсем не тянет. Потому что, как говорится, ты знаешь, кто все сделал. И, собственно говоря, зачем она мне вдруг найдутся те люди, которые хотят ее себе. Кино я, кстати, так пока еще и не посмотрела. Книги Соломоники, Де Винтер, Зарадугой я также хочу сказать до свидания. Я ее не читала. Она совершенно новая. Но меня и смущает немножко и тема, и возраст автора, если честно. Я начинала читать. Мне кажется, я уже старовата для всего этого. Поэтому пусть иногда она найдет себе читателя по возрасту, и она ему понравится, чем я ее прочитаю и засру. Также я решила сказать до свидания Магнусу Флайту и его городу темной магии. Я вам про эту книгу рассказывала. Она мне совершенно не понравилась. Плюс единственное здесь не то, что она про Прагу. Но вдруг кто-то хочет ее почитать, вдруг кто-то любит такой жанр. Мне он совсем не зашел. Ну и последняя книга. Это Гиллиан Флинн и ее темные тайны. Вот в таком вот издании, но даже в суперобложке. И снимается. Эту книгу читали один раз. Читала ее я. И я не разделяю все, в общем, восторга от Гиллиан или Джиллиан Флинн, потому что этот автор совершенно не мой. Она пишет не для меня, не про меня. И вообще от этой книги мне как-то было не очень хорошо. Она какая-то такая неприятная. Тут очень много крови, очень много жестокости. Я вообще такое не люблю. Именно поэтому я до сих пор Кинга никак не начну читать. Хотя вот как раз от него есть отзыв, что она гениальная рассказчица с острым извительным языком и умением передавать в книгах реально ощущение страха. У меня было ощущение какой-то небольшой брезгливости, мерзости, но никак не страха. Я знаю, что Сим Кинг продал право некоторым издательствам писать на книгах какие-то свои отзывы, так что, возможно, он даже эту книгу-то и не читал. Хотя мне кажется, что фанаты именно Кинга должны быть в восторге от этой истории. И я очень надеюсь, что эта книга найдет себе новый дом, потому что она действительно хорошая, хорошо сделанная и отзывы на него прям очень хорошие. Поэтому я с ней прощаюсь и надеюсь, что все у нее будет хорошо. Ну а на этом все. Вот таким вот получился мой анхол. Не все эти книги я повезу на ярмарку, наверное. Но так или иначе я буду как-то от них избавляться и куда-то их пристраивать. Я очень надеюсь увидеть кого-нибудь из вас на ярмарке. Ну а на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также расскажите, проводите ли вы зачистку своих полок, избавляетесь ли вы от книг. И мне очень интересно, не жалеете ли вы по прошествии времени о том, что от какой-либо книги избавились. Потому что я в таком вот большом масштабе от книг избавляюсь в первый раз. И мне немножко страшно. Ну а на этом все. Не забывайте, что всякие интересные ссылки я оставляю в описании. Также там найдете ссылочку на сайт ярмарки. Помните, что меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Ну и не забывайте, что я вас всех очень-очень сильно люблю, целую. И что мы очень скоро с вами увидимся. Надеюсь, что с некоторыми из вас завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok